Счет лет в истории. Изучая историю, важно знать, когда произошло то или иное событие, какое событие случилось раньше, какое позже, насколько позже. Вы знаете, что большие отрезки времени считают годами, сто лет составляют столетие или век, а десять веков – тысячелетия. События истории древнего мира произошли много веков и даже тысячелетий тому назад. Измерение времени по годам. Представление о продолжительности года сложилось у древних земледельцев. Они поняли, что от одной весны до другой, от одного сбора урожая до другого, проходит примерно равное число дней. Первыми в истории человечества определили продолжительность года 365 суток жители Древнего Египта, страны, где земледелие уже 5000 лет назад было главным занятием. Время научились считать по годам. Люди стали запоминать, в каком году произошло важное событие – основание города, большое наводнение, война с соседями. Как в древности считали года? В разных странах по-разному. Например, в Древнем Египте каждый раз, когда начинал править новый царь, счет лет начинался заново. Первый год правления царя считался первым годом, второй, вторым и так далее. Когда этот царь умирал и к власти приходил новый, вновь наступал первый год, затем второй, третий. Иным был счет лет, применявшийся жителями одного из древнейших городов мира – Рима. Год основания своего города римляне считали первым, следующий – вторым и так далее. Счет лет, которым мы пользуемся. Этот счет лет возник давно и связан с почитанием Иисуса Христа, основателя христианской религии. Сказания о жизни и мучительной казни Иисуса Христа создавались около двух тысяч лет назад. В те времена почитатели Иисуса уверовали, что Он – Сын Божий, вознесшийся после смерти на небо. Через несколько столетий христианская религия, вера в Иисуса Христа распространилась во многих странах. Вот тогда один из верующих предложил вести счет лет от рождения Иисуса. «Пусть год его рождения будет первым годом», – рассуждал он, – «следующий, вторым» и так далее. Он сумел, как ему казалось, высчитать год рождения Иисуса Христа. Это был 753 год от основания города Рима. В нашем летоисчислении Рождество Христово является точкой отсчета для всех исторических дат. Например, мы говорим «Первые упоминания о летописи о Москве относятся к 1147 году» или «Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году». К этим словам верующие люди добавят «от Рождества Христова». «Счет лет от рождения Иисуса Христа постепенно был принят в разных странах. В нашей стране он введен царем Петром I 300 лет назад. Время, исчисляемое от Рождества Христова, мы называем «наша эра», опишем сокращенно «н-э». Продолжается «наша эра 2000 лет». Рассмотрим линию времени на рисунке. Условимся, что время движется слева направо. Поперечная разделительная чертой отметена начало нашей эры. Многие исторические события произошли до нашей эры. Например, знаменитое восстание рабов под предводительством Спартака началось за 74 года до нашей эры. Этот год мы называем 74-м годом до нашей эры и помещаем на линии времени слева от разделительной черты. Какой год был следующим за 74-м годом до нашей эры? Рассмотрим рисунок. Счет лет до нашей эры. Представим себе, что какое-нибудь событие, война, основание города, наводнение, произошло за один год до нашей эры. В этом случае мы говорим, что оно произошло в первом году до нашей эры. Если другое событие произошло еще на один год раньше, то есть за два года до нашей эры, то мы скажем, это событие произошло во втором году до нашей эры. Наконец, если третье событие произошло еще раньше, за три года до нашей эры, мы говорим, что оно произошло в третьем году до нашей эры. На линии времени видно, что за третьим годом до нашей эры шел второй год до нашей эры, а за вторым первый точно так же за 74-м годом до нашей эры шел 73-й год до нашей эры.